христос воскресе воистину воскрес где бы вас не видно то почему вот они где мы интернет ну еще тут у вас как намещается что поездка в барнаул у нас намещается когда во сколько сегодня 8 часов утра выезжаем ну и где-то днем к вам прибудем там уже вы дорогой там много дела дорога ты где-то останавливайтесь а в павловске у вас работа там или что нет мы в ребрихе остановимся заберем страховку потому что ему без страховки нельзя ехать за рулем да да ну мы заедем ну тогда что тебе надо да на первом складе ты заберешь никто не берет все переполненные выезжают да и банки можно забрать березовка то кончилось нет почему нет а батюшка батюшка отбил говорит так тогда заберете банки то наполните люди ждут вот так мы везем березовку везем они везут в пустые банки отдадим вам я это 5 5 5 этих фляг набрал 5 фляг березовки вот как давай на симаковском лет уже растаял да да везде растаял сейчас где прошлогодняя была вода сколько ниже намного я знаю что это год слив который мы сделали на метр ниже вода стоит на метр ну да от слива ну купаться то все равно можно там да вот видишь как подвели это андатры и бобры подъедают нас там никак не могло быть никак от такой толщины не может продавить никого там сверху то трактор ходил там удавлена ну и теперь то надо все утрамбовывать сеном там и в это место то пробить потом когда мы сейчас ничего не трогайте лишь бы него вода не утекала и утекается уж так ну что у вас какие к нам как приготовиться вас встречать мы позвоним у вас что-то надо отсюда туда привести в барнов вам ли я даже не знаю еще нам надо у нас все есть а вам все надо говорите нам что надо ну как я переживаю да у нас спланирована распланирована по максимуму как получится как бог положит вот у нас есть и на станцию заехать это кровь износу это вот кровь износу а почему время мы кровь то почему потому что по ремонту машины по ремонту машины по ремонту машиной а деньги то есть на ремонс на ремонт деньги то есть много нету много нету а частично как там будет складываться не знаю надо зобовом их Deus советовать с надо где там что и наблюдать иначе там как у сергея это взяли ремонтировать полили там маленькая. Даже не отворачивай. Плати деньги. Грязь разная. Тут надо смотреть. У нас новая газель была. Игнатий Тихонович, я в курсе дела. И беру под контроль, подсказываю брату Владимиру. И поэтому записались в физсервис. Физсервис записались. Это такая организация по-кварному много. Она по всей России. Записались на 13-15. Бесплатная диагностика. По минимуму убираем расходы. Через интернет записались. И там можно присутствовать на месте. Я уже возьму на контроль. Это же конкретно. Если так у вас будет дело, то я вам денег дам. Что не на пустую. Ой, Игнатий Тихонович. Это не нам, а для машины. Для... Я и говорю, в ваши руки, чтобы за машину заплатить. Ясно, что не вам. А вы на... Если там что-то не будет, да. Если что-то не будет хватать, там по месту, вот. Может получиться так, что мы сначала на станцию, а потом к вам. Может так получиться. А может получиться сначала к вам, потом на станцию. там, мы привязаны сейчас по времени туда. Там, если записали, значит, там место будет для нас уже приготовлено. А вам из дома звонят? Звонили, нет? Как вы приехали по Теряевку? Мне... Нет, мне не звонили, связи нету на моем телефоне. Отписываюсь по... По СМС-кам. А знаете-ка, чтобы... Чтобы услышали, у нас одна из Канады была с ребятишками. Нет никак. Я говорю, залазь на первую голубятню, и она только залезла и машет рукой. Все, соединение. Володя поможет. Там лестница, чтобы не оборваться, и все как следует. А на эту голубятню-то водил его? Водил? Нет, брат. На крыше голубятню, Володя. Пока не дошло дело. Не дошло. Да какое там дело-то? Пока... Пока... Пять минут, и уже на голубятне будешь сидеть. А голубя, которого отвезли, ты живой он там? Володя, голубя, который... Живой, живой. Ты видел, какой он красивый? Живой, живой. У него какие сережки. Она видела. Шиньон есть. И на ногах у него шпоры. Он как какой-то... Ну, были раньше такие люди. Они мушкетерами назывались. Да-да-да. Ну, да. Так. Гаркуют. Вчера мы ездили... Как его? Геннадий... Геннадий Палычев. Да. Купил... А он ездил. Да-да-да. Да. Я там взял еще меду. Вот. И... И... Значит... А мы когда подошли к воротам, Володя говорит, тихо, молчать, слушай, если слышишь. Я прислушался, а там пчелы... Ну, работают тебе. Я говорю, слышал. Он уже, у него больше ста уликов уже. Больше ста уликов. Где Таня Павловна? У него... 118? Так делают, мед растапливают, мед, говорю, сахар, и дают пчелам. Они перерабатывают, получается мед, но в нем ничего нет. Определить определенно можно там способы. У него без обмана, сахара никакого нет. У него все натурально. Это наш... Он маленький был, вспоминает, как его на качелях качал. Его мать была заведующей пасеки, а моя мама у нее помощницей была. У нас еще связывают давнейшие времена. Он рассказал интересные случаи. Один раз ему в час ночи звонят с Москвы какой-то мужчина. Говорит, я сейчас ролик посмотрел на канале Игнатия Лапкина, говорит. И захотел, говорит, меду. Он говорит, а вы знаете, сколько времени? Он говорит, ну сколько. У нас, говорит, в час. Он такой, ой, простите, говорит. А я, говорит, ролик-то увидел, сразу меду захотелось мне. Ну, так. А другая женщина смотрит с Дагестана наш канал. И с Дагестана все время заказывает у него тоже мед. Через наш канал узнала. А у него еще меду осталось, достаточно меду осталось. И он говорит, мне надо от него освободиться. От него освободиться. Вот. Ну, конечно, он немножко сожалеет о том, что на бутылки, на банки подняли цены. А банки продают, Игнатий Чихович, так. Банка отдельно, крышка отдельно. Вообще. Как велосипед продают отдельно, насос. Нету ничего, все. Ну, жажда, сребролюбие. Представь себе, раньше была аптечка, насос, сейчас ничего нету. Они, наверное, скоро будут продавать по отдельным спискам разобранное колесо. Вот что значит жадность, мутит глаза-то как. Ну, он устал, он говорит, я уже устал, жду внука, пока он придет с армии. Устал, говорит, заниматься. И сколько, сколько взяли того? Я там взял, две банки купил. Да. А матушка меня угостила здесь, медом своим, бесплатно, говорит, это тебе. Вот, я хочу отправить, чтобы не таскаться. Матушка ему три банки угостила. Сейчас вот себе наготовил. А по чем у него банки-то сейчас? По тысяче. Тысяча рублей и плюс за банку сейчас берет еще. И банка стоит 60 рублей еще. За банку берет. Ну, правильно, правильно. Он лишнее не просит никогда. А вот что привозили тут у нас, они продавали этот мед гречишный или какой, по 500-то рублей банка. Теперь такого меда нету прошлогоднего? Нет уже. Все он уже все распродал. Нет, этот мед есть. Да нету, нету. Сейчас, подожди, я объясню. Можно сказать? Да. Он говорит, я тогда давал, я тогда давал, вот. А сейчас даже сахар в цене поднялся, цена сахара, цена меда. Поэтому он так вот, ну, и с уважением, и с пониманием, говорит, ну, тысяча рублей сейчас. Я, говорит, не завышая тысячу, я беру. Это недорого, недорого это. Это очень, да, 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 да. Это недорого. Он очень, очень, да, да, говорите. Поэтому, поэтому, да, он вот так вот все рассказал. Если бы цены не повышались, он такую же бы цену оставил бы по Теряевским. Я понял так. Из его расположения я понял. Издавать Новый Завет задумали, так, а увеличили, говорит, стоимость бумаги за раз в три раза. Это вообще невозможно. Тысячу экземпляров, чтобы нам издать, были по тысяче. Тысячу экземпляров Нового Завета. Чуть не два миллиона стоит теперь. А я таких я не в глаза не видал в жизни. Игнатий Тихонович, я, конечно, прошу прощения за то, что Сергей, Сергей, тут связались с Сергеем. Оказалось, что у него трехтомник у него есть. Он уже принес его, не надо говорить, он уже принес его. Это мои книги у него, хранение, он принес. Да. Это мои книги, я уже вам назначил и подарить вам, так что заранее знайте. Да, я куплю. Я вам не продам, не продам я вам, я только подарю вам. Вот. За улыбку вашу, брат, за улыбку вашу. Спасибо, Христос. Да. Ну, тебе что, понравится там? Сколько ты увезешь? Я тебе другие книги еще добавлю. Спасибо, Христос. Мне очень ценно. Это такой старт, это такая база, это такой стержень. Вот только надо со вниманием и старанием проявить. За две тысячи лет не было большего издания такого. Я показал по шести параметрам, которые недосягаемые для них. Они могут только сделать размер книги больше. Представь себе, как раскрасили 230 гравюр Гюстава Доре самостоятельно. Как я готовился, по выставкам ходил, с художниками знакомился. Думал так, замазать все, а потом отдельно там сделать цветами, а потом только переснять и сюда. И оно оказалось, что существует раскраска по интернету. По интернету там брать как. И ко мне приходил тут человеку несколько раз, и наконец все-таки он сделал как надо. Ну и Новый Завет там две сестры делали, Ольга и Наталья. А ветхий Завет весь раскрашивал Игорь Добунов. Это одно. Дальше. Комментариев 319 моих. Дальше. Выходило блаженный Пепелак только до откровения. С откровением никогда не было Нового Завета. А здесь с откровением. По всем святым отцам. С опровержением всех ересей. Это отец Геннадий, он там магистр богословия. Немец, который в моем доме обратился. Им не создать такое никогда. Тем более комментарии без пригляда. Говорят о всех наших недостатках и как выйти из этого. Это не только там обличение, Геннадий Тихонович. Я увидел, услышал и начинаю разумевать. Не только обличение, но и направление, как прийти к истинному православию. Такое истинное православие. У меня вот книга-то и есть. Я 40 лет собирал материалы на нее. Она буквально из одних документов. Каноны, жития святых. Все взятое. И поэтому противиться этому, это подписать себе приговор, что я не православный. Даже сказать о ней, кто не согласен. Ой, да откроются у них глаза и уши, и очи духовные. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Так, вам что тут надо будет? Посмотри, Володя, тут. Мы же готовимся. Хоть не договорились еще. Дали объявление буквально по всему миру сейчас. Где найти дешевле издание? Дальше все три тома заново корректуру провести. Где Е-Е, там Е-Е. Е-Е, точки поставить. Е-Е, МА-Е. Все буквы Е, где нужно вернуть. И главное, вот это необъяснимо. И поэтому, если человек учится где-то заочно русскому языку, ему никогда его не изучить. Потому что заранее Е и Е свели в одну букву. Это, не знаю. Ну, а мы все это делаем как должно. Вот Александр Исаев Солженицын, у него же произведение. И он дал согласие на полное издание при одном условии, чтобы все Е перевели в Е, где это нужно. Так ввели. Так они главное и на телефон, и на телефонов убрали букву ЙО. То есть сама техника только добавляет, а так ее нет. Так вот, Вячеслав-то Семенов написал, а его выправляет Семенов. Он Семенов, и говорят Семенов. А букву ЙО, это враги делают. Да так нигде не делается ни в одном языке. Я не знаю все языки, там маленько так общался. Нигде нет, как написано, так и есть. А у нас ЕГО, ЕГО считать надо. А главное, твердый знак. Стали не так, а вверху запятую поставить, и твердый знак. Вот как русский язык умудряется изгадить. Ну, мы-то знаем, где что. И поэтому сейчас Кондратюк Ирина делает, она второй том. И там сестра одна еще помогает. Третий том, кажется. У меня не получилось. Когда я делал, в это время начали сползать тексты. И тогда Вячеслав полностью взял на себя. А здесь, как, приходится кое-то утеряно, сравнивать с первым изданием, добавлять. Надежда Васильевна, завтра куда-то идти надо. Срочно там, не знаю, Любовь Николаевна, она, наверное, знает. Любовь Николаевна, вот она стоит рядом. За паспортом мы пойдем завтра. Ее вы берете с собой? Да, мы ее берем. А-а-а. Да, да, да. Так, чтобы хорошо. И матушка едет. И матушка едет. Батюшка благословил матушку съездить. Хотя бы на один день. Так что ее берем тоже. А ее-то зачем? Куда она? Она там в больнице. В больнице, там еще какие-то дела у нее. А, понятно. Картошку везет семеную. Ну, у нас тут... Игнатий, да. Все. Как говори? Игнатий, благословите нашу дорогу и помолитесь за нас. Все. Вы уже часа через три выезжаете, да? Восемь. Нет. Через два. Два. Ориентировочно восемь часов мы наметили. Я целый день буду молиться о вас. Может, что-то хорошее привезете. Спасибо, Христос. Все. Мы пошли тогда игнатий. Ну, давайте. Готовьтесь, ребята. Ты там это... Накажи, кто за котами уходит. Если скажи, не приедет, Иосифу скажи, голубей кормить. Мало ли еще, задержка какая-то будет. Выезжаешь, не забывай. У тебя живность есть. Это вот главное. Ну, с Богом. Я так рад, что вы пришли. С Богом. Храни Господь, давайте. Спасибо. Аллилуйя.